Смотреть за тем, как одни игроки нервничали, поддавались эмоциям, другие с железной хваткой держали себя в руках. И начинается у нас матч. Да, Evil, A-Hub и Image. Традиционно уже для топ-16 у каждого есть паладин, и Evil, A-Hub начинает именно с него. У него паладин на секретах. Защищенный мини-бот, несколько секретов и жонглер в стартовой руке. В принципе, неплохая стартовая рука, но секреты он не собирается оставлять, особенно эти. Возможно, он бы подумал насчет отмщения. Может быть, и вообще все секреты стоило бы здесь выкинуть, потому что они наиболее цены, когда их на поле приносит таинственный претендент. Приходит как раз отмщение. Может здесь его сыграть, A-Hub, чтобы сэкономить себе монету. Будет ли он это делать? Или сразу начнет с защищенного мини-бота. Ставить жонглера здесь... Ну, в принципе, это неплохо, это агрессивный розыгрыш, но надо хотя бы какую-то причину найти его сыграть и причину сомневаться в том, что у противника будет в ответ темная бомба. Мы видим, что у Эмиджа нету темной бомбы в ответ. Кстати, у него другой флаг, но это, по-моему, Бельгия. Насколько я понимаю, из Бельгии у нас Эмидж приехал, что тоже, в общем, Европа маленькая, все-всех знают, не так уж далеко. Окей. Паладин начинает выстраивать борт. У чернокнижника это хендлок с демонами. Демон хендлок. Эта колода в последнее время довольно широкое распространение получила, как более новая, более продвинутая и, может быть, даже более приспособленная к мете колода. Есть четвертый ход у него, там, на выбор или призывателя бездны играть с последующим вызовом Стража Ужаса или Сумеречного Дракона. Паладин вытаскивает жонглера на поле, ставит Возрождение. Очень неплохое сочетание секретов, неплохое сочетание вторых дропов на поле. Все очень и очень неплохо у паладина. Здесь, наверное, страшно ставить Сумеречного Дракона Эмиджу, потому что один из секретов вполне мог быть покаянием. И если у нас призыватель бездны не особо боится этого секрета, то Сумеречный Дракон страдает от него точно так же, как и от Немоты. Тем не менее, все равно серьезное преимущество на поле у паладина сейчас. Смотрим, как он будет действовать дальше. Может использовать Серебряный Клинок, неплохая цель для него есть. Может быть, побоится убивать это существо, чтобы не иметь дела с более сильным демоном. Нет, смело делает трейд. Кто выходит на поле? Это лорд Джераксус. Джераксус очень неплохо поможет трейдиться с маленькими существами, которых у паладина очень много в колоде. И шикарно будет для Чернокнижника, если на Джераксуса удастся поставить щит, удастся сделать из него провокатора. Нету таунтов. Здесь, я думаю, стоит ставить Сумеречного Дракона, хотя есть еще вариант убить Джонглера и после этого сыграть Саву на мини-бота. Очень неплохой получится Сайланс. Отмщение. 5-4 с Баблом. Вот это существо. Но Сава... Сава может превратить его в обычный 2-2, практически бесполезный. Я думаю, это того стоит. Джераксус не особо боится этого мини-бота, но в лицо он может очень немало демоджей сделать. Нет, все-таки использует Сумеречного Дракона здесь, Эмидж. Ну, это очень смело. То есть он как бы говорит оппоненту, что у меня есть защитник Аргуса, или на худой конец заступница Синдарай. Типа, ты лучше не ходи ко мне в лицо, все равно не сможешь меня добить. Может быть, даже можно назвать это блефом. Ну, или просто не обнаружил возможности позже сыграть Сумеречного Дракона Эмидж, и стало ему жалко это существо, решил вывести сейчас. Ну, жалко это, я утрирую, конечно. Вряд ли, вряд ли игроки в Харстан жалеют своих существ. Крошера здесь может сыграть у нас Ивил. Или он что-то другое задумал. Он зачем-то хочет использовать монету, и сразу же играет Божественную Милость. Да, он хотел на следующий ход достать Таинственного Претендента, и так и произошло. Пришла ему эта карта, и на этот ход еще и Хранительница Тайн с мини-ботом. Хранительницу он, может быть, не будет ставить. У чернокнижников обычно есть какие-то массовые заклинания. Так, несколько разменов. Вот мини-бота, я думаю, мы увидим. Нет? Нет, изначально был план сыграть зубцевик у Ивила. Он даже позволил себе добрать на одну карту меньше с Божественной Милости, чтобы потом снова восстановить щит для мини-бота. Ну, очень-очень-очень неплохо разыграно. Наверное, сейчас мы наконец увидим Саву. Довольно смело делает жизнеотвод. Эмми или Эмидж. К сожалению, не знаю, как точно произносить его имя. Джараксус забирает джонглера. Неплохой трейд. У Джараксуса очень много здоровья. И много-много сейчас паладина он сможет с собой забрать. Таинственный претендент выйдет сейчас на поле. Это без вариантов практически. И полный веер. Полный веер секретов, наверное, получит паладин. Четыре секрета. Стоит ожидать здесь. Задумался немножко Ивил. Неужели какие-то другие варианты рассматривает? У него нету разыгрыша сильнее, чем Таинственный претендент, это точно. Непонятно, о чем думал. Даже пять секретов он получил. Среди них, значит, есть и покаяние, и боевой настрой, и другие три секрета, которые более стандартные, которые присутствуют во всех колодах. Это отмщение, искупление и самопожертвование. Приходят, наконец-таки, защитник Аргуса для чернокнижника. Он здесь очень и очень в тему. Джараксус идет в атаку, чтобы активировать секреты. Надеется, надеется Ивил, что баф упадет на Таинственного претендента, тогда опытный охотник сможет с ним разделаться. Нет. Получается по-другому. Это можно назвать неудачей. Неудачей. Довольно мощный борт сейчас остается у его оппонента. Так, Ксавелл потянулся. Сова здесь даже не так хороша, потому что еще и боевой настрой сработает в начале хода. Ага, вот так вот он решил сделать. Правильно, Покаяние вытягивает на Саву, и Древнедозорный убивает существо 2-1, чтобы меньше пользы принес боевой настрой как раз-таки. 7-7 плюс 6-4. Все еще очень мощный борт у Паладина, но он даже не может пройти через эти таунты. Если не использует Саву. Сова здесь выглядит неплохо, но может быть он придумает что-то поинтересней. Хранительница Тайн, Крошер. Крошер и мини-бот здесь смотрятся весьма адекватно. Оба существа более или менее неплохо переживают массовые заклинания. Да, танецственный претендент. Убивает один таунт. Мини-бот убивает другой. И остается 4 весьма и весьма неплохих существа у Паладина на поле. Что здесь может сделать Чернокнижник? Наверное, ему нужно топдекнуть. Топдекнуть Адское пламя. Нет, ничего подобного. Будет ли он жизнеотвод делать, чтобы найти АОЕ? Пламя Тьмы тоже неплохо здесь может сработать. Может ли он что-то здесь сделать без АОЕ? Вот в чем главный вопрос. Он может использовать исцеляторы в случае чего. Наверное, это позволит ему прожить еще ход. Несколько трейдов сделать. К сожалению, не помню, что там за секрет у Паладина. Почти что все они весьма неприятны сейчас для Эмиджа. Так, сова идет в бой первый. Надо узнать, что за секретом, потом уже решать, что делать. Или все-таки стоит поискать? Поискать Адское пламя или Пламя Тьмы? Так, решил сделать Эмидж. Это было самопожертвование. Ну, неплохо. Почему-то не стал он здесь использовать опытного охотника. Не было ли это ошибкой? Можно было убить это существо 7-1 охотником и трейд сделать с мини-ботом 6-1. Теперь слишком много повреждений на поле оппонента. Ошибка или расчет? Что чем больше повреждений, тем дешевле Огненные Великаны. С 22 единицами урона чернокнижник в любом случае выживает. Ну, как по мне, больше похоже на ошибку. Но судить не буду. Судить не буду. Я здесь, они там. Все-все понимают. Так, есть атака, есть Тирион. На Тириона нет ответа у Эмиджа. Не стал атаковать Крошером сейчас, Ивилл. Чтобы не давать дешевых Огненных Великанов. Пришел Молганис в руку Эмиджа, но это не то, что ему сейчас нужно. Ему нужен какой-то ответ на Тириона. Массовое заклинание тоже бы не помешало. Но вообще говоря, слишком серьезное преимущество у Паладина. Лик тленов в тему. Можно забрать существо 6-1. Смотрим, что придет. Что это? Это темная бомба. У Горного Великана можно сыграть или Бомбу, плюс Огненного. В общем-то, 10 единиц на поле у противника. Это очень-очень страшно. Серебряный Клинок или Печать Королей дают здесь победу Паладину. Пилотируем и Крошер. Еще одно живучее существо. Еще одна божественная милость. Это нереальное количество карт вытащил Ивилл в этом матче. У него всего 8 карт в колоде. И он хочет достать еще 4. Настоящий злодей. Оправдывает свой ник. Печать Королей. Сквайр. Жонглер. И еще один претендент. Для претендента там не осталось секретов, но он даже без этого является весьма неплохой картой. 6-6. Очень хорошей статы. Сложное решение. Ну да, наверное, нужно делать жизнь от вот и все-таки искать свою пламя тьмы. Вот оно пришло. Что оно здесь может изменить? По сути, ничего. Нет возможности снять божественный щит стириона. Даже после большого АОЕ остаются существа на поле. Похоже, что нужно закрываться таунтами. Это будет огненный великан, защитник Аргуса. Выживет ли у нас чернокнижник после этого? Нужно считать повреждения. Меня очень лень считать. Давайте попробуем. 6-10. Так. Отмена. Отмена операции. Делает пламя тьмы и оставляет противнику на поле. 6-7-8-9. 9 плюс 4. Все, летал. Паладин у нас побеждает. Ну, неудивительно. Много раз мы сегодня видели, что Паладин выигрывает. Секрет Паладин все-таки доказывает раз за разом свою эффективность. Практически у каждого игрока в ТОП-16 есть эта колода и именно этот архетип. Ну, ладно. Есть как есть. Хорошо. Первая победа за Evil Ahab. У него осталось две колоды. Маг и чернокнижник. Кого он выберет первым? Может быть, как хендлок, так и Зу. Не знаю, к сожалению, колод. И ни одного игрока, ни другого. Ну, у Эмиджа. Мы знаем, что у него уже хендлок. Мы видели хендлок с демонами. Сейчас посмотрим. Возможно, это будет миррор матч. Да, очень на то похоже. Ханское пламя. Сочетник Аргуса. Выдают. Выдают эти колоды. Интересный мулиган. Все игроки сбросили все свои карты. Ну, правильно. А что здесь нужно? Что здесь нужно? В этом матчапе каждому из них нужны сумеречные драконы, нужны горные великаны. И ради этих карт они вполне могут выкинуть всю свою руку. У Ивила есть вариант оставить... Был бы вариант оставить Ардское пламя, если бы у него были основания полагать, что оппонент играет Зулоком. Но он только что видел колоду оппонента. Значит, только горные великаны и сумеречные драконы. Опытного охотника и сову тоже, наверное, не стал бы он выкидывать. Долгий мучительный мулиган закончился. Двух сумеречных драконов получает Ивил. Это и хорошо, и плохо. С одной стороны, он может одного из них сыграть на третьем ходу, с другой стороны на четвертом. Но тогда получится, что оба из них могут умереть от одного единственного горного великана, если он окажется в руке у противника. На первом ходу хочет Ивил Ахаб сыграть сумеречного дракона. Не выйдет. Не выйдет. Как раз в этом матчапе возможен вариант сыграть монету и жизнеотвод, но я лично не фанат такого розыгрыша. И, видимо, Ивил тоже. Второй ход — это еще один жизнеотвод. В матчапе хендлоков все понятно. Как правило, так и проходят первые ходы. Жизнеотвод — пропустить ход. Жизнеотвод — пропустить ход. Будет немножко неудобно на третьем ходу Ивилу. Потому что ему придется или не делать жизнеотвод, или играть какую-то карту. Третий ход для Эмиджа. Еще один жизнеотвод. Сумеречный дракон есть на четвертый ход. Пришла сова. Нужен еще лик тлена, и тогда это будет шикарный ответ на сумеречного дракона. Ну, что будет делать Ивил? Да, монета и сумеречный дракон. Нету в мире справедливости. Не находится горного великана у Эмиджа в ответ. Или найдется. Нет, ничего подобного. Придется своего сумеречного дракона здесь ставить. Все равно достаточно выгодно. Дракон 4.9 убивает дракона 4.8. И остается в живых. Но на это требуется несколько ходов. Еще неизвестно, что до того времени произойдет. Второй сумеречный здесь сейчас должен выйти на поле. Это, что я называю музыкой. Будем смотреть какие-то майн-геймы? В принципе, был у Ивиллахаба защитник Аргус. Он мог бы подстраховать своего дракона, если бы там оказался великан. То есть это был не совсем безрассудный розыгрыш. Но обычно опытные игроки за хендлоков. Они так не поступают. Ну, сумеречного дракона здесь надо сыграть. В этом я почти на 100% уверен. И не пошел в атаку. Уже, как бы, бережет честь Смолоду. Дорадская поговорка. Ничего лучше я пока что не подобрал. Не хочет бить своего оппонента, чтобы не давать даже в перспективе ему возможность сыграть Огненных Великанов. Или, может быть, просто забыл. Мне кажется, это было рассчитано. Не похоже на мисплей. Делать жизнеотвод. Эмидж ищет, я думаю, Ликтлена. Скорее всего, сейчас Сова сыграет. Правда, он мог бы сыграть Сову и Темную Бомбу. Решил сделать размен Драконом. Сова, если все плюсы и минусы посчитать, сделала 4 единицы повреждений. Это все равно для нее неплохо. Ликтлена получает Ивил. Может забрать эту Сову как раз. Лайфтеп. Ну, на самом деле... В принципе, неплохой розыгрыш. Он мог бы здесь сыграть защитника Аргуса и зачистить борт противнику. Может быть, это было бы даже лучше. Но не могу его судить. В принципе, результат удовлетворительный. Осталась Темная Бомба. Это достаточно неплохая карта, чтобы ее сберечь. Направо и налево игроки не хотят раскидываться темными бомбами. Нет, это не так. Две единицы мана осталось. И как будто бы жалко, жалко имиджу расставаться со своим ходом. Точнее, Кабу. Да, перепутал. Я их немного извиняюсь. И первый горный великан у нас появляется на экране. Выходит он сразу же на поле. Три единицы мана — минимальная цена для этого существа, если не учитывать возможные скидки. Допустим, от Императора. И пользуется такой возможностью у нас. Эмидж. У Ивила нету ответа, нету опытного охотника. Даже вытягивание души. Вытягивание души, по-моему, играл только Стан Сивко на этом турнире. Могу ошибаться, может быть, кто-то еще играл. Но до топ-16 эти люди не дошли. Играть-то особо нечего. Какая беда. Десять карт в руке и нечего сыграть. Вау! Может ли бы ситуация неприятнее для хендлока? Ну, наверное, может. У него хотя бы еще много здоровья. Но что делать здесь реально? Я не вижу ни одной карты, которую хотелось бы сыграть. Надо искать карту, которую можно выкинуть. Возможно, это Исцеллятор. Потянулся он к Исцеллятору, но не стал его играть. Но это наименее ценная карта из тех, что есть у меня в руке. Поэтому, думаю, именно Исцеллятор здесь пойдет на поле. Так и есть. Седьмой ход. Доктора Бума может сыграть сейчас Эмидж. Учитывая количество здоровья оппонента, можно здесь без опаски играть Доктора Бума. Когда меньше здоровья, то появляется риск. Появляется риск, что оппонент сыграет Огненного Великана и Пламя Тьмы. Эта комбинация может убрать существо практически любой величины. И в этом плане достаточно опасно расширять свой борт слишком сильно. Мощный удар. И Вилл даже как будто проснулся от него. Такой, что? Ты дал мне в репу на 8 единиц? Окей. Ну. Примерно та же ситуация, что и на прошлом ходу. Нечего, нечего играть здесь. А борт очень угрожающе выглядит у противника. Ой-ой-ой. Давно не видел такой плохой руки. Оно не то чтобы плохое, а просто ни одну карту здесь невозможно сыграть к месту. Может быть что-то вроде Древнего Исцелятора и Заступницы. Опять же, наименее ценные карты. Есть еще Древний Дозорный, его можно просто выкинуть. Но я думаю, что недостаточно на этом ходу уже просто выкидывать свои карты. Здесь надо как-то отвечать на то, что делает противник. Ответов никаких нет. Незавидная ситуация. Решил таким образом поступить Ивилл. Поставил Древнего Дозорного и Защитника Аргуса. Не атакует своего оппонента. Качает что-то головой. Не нравится ему то, что происходит. Очень сильно... Очень далеко вперед планируют игроки свой матч. Ивилл прямо с первых ходов создал себе правило, что не будет атаковать противника, прежде чем захватит борт. Что тут у нас можно сделать? Может быть, как-то через Адское Пламя удастся разыграть? Вроде бы летало, пока нет. Сумеречный Дракон вполне адекватно здесь выглядит. Здесь двойной трейд. Оставшимися существами можно сделать. Сумеречный Дракон. Древний Дозорный. Может быть, что-то в этом роде. Еще хватит маны на жизнятлод. Вот так он решил сделать. Не понимаю, почему Горный Великан не убил Защитника Аргуса. Скорее всего, просто не успел здесь играть Эмидж. Матчап немножко странный. Это на самом деле даже не имеет значения. Получается, чисто техническая ошибка. Ну, вообще, вообще, стоило его убрать с поля. Вот по этой причине. Опытный Охотник убивает Горного Великана. И теряет у нас Эмидж немножко в Элью. Малганис стоит, дожидается. Кстати, Малганису сейчас особо ничего не угрожало. Пламя тьмы приходит Эмиджу в руку. Очень важная карта в этом матчапе. Еще одного Водчера он выкидывает, наверное, можно сказать, из руки. Не очень сейчас нужна эта карта на поле. Но надо же что-то делать. Защитник Аргуса выходит. Да, так Водчер имеет гораздо больше смысла. 5-6 таунт. Тему здесь. И передает он ход своему противнику. Получает Доктора Бума здесь Ивил. Ну, здесь наконец-то появляются какие-то варианты. Адское пламя все еще выглядит неплохо. Можно убить с его помощью двух существ. Всего 5 единиц повреждений остается на поле оппонента. Это пришла Сова. Здесь можно все активные угрозы убрать с ее помощью. Это и делает Ивил. Эйхаб. Оставляет противнику только Древнего Дозорного со статами 5-3. Не очень-то опасное существо. Что делать Эмиджу? Малганис. Есть ли у Малганиса какая-то особая цель в этой колоде? Он неплохо играет с Джараксусом. Во-первых, Джараксус призывает Инферналов, которых Малганис бафает. Во-вторых, Джараксус получает возможность безнаказанно атаковать вражеских существ своим оружием. Возможно, бережет Малганиса именно для Джараксуса сейчас Эмидж, чтобы сыграть их в паре. Сочетать их полезные свойства. Первый Огненный Великан у нас выходит на поле. Начинается. Начинается самое серьезное. То есть, если Чернокнижник ставит Огненного Великана на поле, значит, он хочет тебя убить. Хотя, наверное, он всегда хочет тебя убить. Ладно, неважно. Призыватель Бездны. Призыватель Бездны плюс Малганис плюс Джараксус. Мне кажется, в этом матчапе ни один игрок не хочет, чтобы призыватель призвал Джараксуса на поле. Конечно, Джараксус достаточно опасная карта, и очень хорошо нужно подготовиться, прежде чем его играть. Но, тем не менее, он отдает очень хорошие возможности, большие, практически неограниченный потенциал у него. Пламя Тьмы использует сейчас Evil. Одну из своих козырных карт, можно сказать, выкидывает. Но не без толку. Да, он убивает Ражского Огненного Великана и еще прихватывает Неплохой Таунд. В принципе, если оппонент играет грамотно, то, наверное, большую пользу из Пламени Тьмы извлечь невозможно. Это было достаточно хорошо. Нет ответа на Императора. Или есть? Ну, есть Страш Ужаса, но терять две карты — это, наверное, слишком. Хотя еще неизвестно, что хуже. Позволить Императору жить или потерять две карты. Все зависит от того, какие это будут карты. Если бы Evil мог выбирать, какие карты скинет Страш Ужаса, наверное, это был бы Исцелятор и Заступница Синдарай. А может быть призыватель Бездны. Как-то не везет Evil Ахабу в этой игре. Как-то не везет ему. Все не заходит, нужная рука. Все как-то на завтра откладывается. Снова приходится ему тянуть время. Разыгрывает он Исцелятора. Ничего эта карта не стоит в боевом плане. Уменьшает вероятность того, что оппонент сделает летал. Давайте, кстати, посчитаем, нет ли его. 13-16. Две единицы повреждений не хватает. Две единицы повреждений. Но если сделать жизнеотвод, то тогда мана не хватит, даже если там будет летал. Значит, на этом ходу летала нету у Эмиджа. С другой стороны, ситуация ему благоволит. Я конкретно на этом ходу летал, ему, в общем-то, и не нужен. Призыватель Бездны может быть неплохим вариантом. Есть два больших-больших демона в руке у него. И оба призывателя... Даже если противник их убьет, они не умрут просто так. Им на смену придут братья. Если можно так говорить. Я не знаю, испытывают ли демоны вратских чувств. Наверное, нет. Вторую скидку дает Император. Молганец за 7 маны, застукнется Синдарай за 0. Очень-очень приятно получать такие скидки. 10 кристаллов маны играть нечего. Вау! Ну, здесь придется, придется, наверное, что-то играть. Потому что иначе Ивил Эйхаб уже просто погибнет. Призыватель Бездны выглядит как неплохой вариант. При условии, что закроешь его таунтом. Я думаю, здесь, может быть, какой-то такой дурацкий ход будет. Вроде застукницы Синдарай. Призывателя Бездны и Защитника Аргуса. Как-нибудь так. По крайней мере, это позволит ему выжить. Я думаю. Альтернатив не вижу здесь никаких. Посмотрим, придумает ли их Ивил Эйхаб. Он использует Доктора Бума, похоже. И это будет застукница Синдарай. Выживет ли он после этого? Боюсь, что нет. Боюсь, что нет. Да, лик тлена для летала здесь приходит. Ну, давайте посмотрим. Оба... Так. Исцеллятор ударяет Бума. 3-4 атакует туда же. После этого 3-1 атакует бомбу. Ликом тлена мы забираем Бума. У нас остается Император на поле с 5 единицами повреждений. Выходит Страш Ужаса с 7-ю. Итого 12. И Пламять мы и счеты единицы повреждений. Какой-то другой. Имидж выбирает Летал по стилю. Но я думаю, что он здесь своего не упустит. 10, 13. Да, ровно 13 единиц повреждений. Более изящно он это сделал. Менее размашисто. Более скромно, я бы сказал. Окей. Не увидел Малгани, своего оппонент. Ну, не показал карту. В принципе, тоже плюс. Тоже какая-то выгода в этом есть. Счет у нас становится 1-1. Ивил Эйхаб выиграл на паладине. Имидж выиграл на чернокнижнике. У Имиджа остается паладин или друид. Кого он выберет? Клуид, написано на колоде. Что это значит? Может быть что-то по-бельгийски? Или я пытаюсь расшифровать месседж, зашифрованный в названии колоды. Клуид. Ничего не приходит в голову. Ну и ладно. Ивил Эйхаб тоже меняет у нас колоду. Он выбирает мага. Сейчас мы узнаем, что это за маг. Маг один из моих любимых классов, как я, наверное, уже говорил. Может быть даже не один раз. Надо мне меньше говорить о себе. Это темпо-маг. Мне нравится эта колода. Нравится, что много темпо-магов дошли до топ-16. Но если вспомнить недавний матч Экопа и Модерн Лепера, именно темпо-маг подвел там Экопа. Ну, еще парочка мисплеев было. И в результате Экоп вылетел с этого турнира. Посмотрим, как данная колода послужит Ивилу, местному бельгийскому игроку. Румынскому, извиняюсь. Бельгийский игрок — это у нас Эмидж. Проводит по своим картам Ивил. Я думаю, безумно ученый, это лучший вариант на второй ход. Уж очень велика ценность секретов. Кстати, интересно, какие у него секреты в колоде. Отраженные сущности. Антимагия, может быть, есть. Может быть, что-то вроде чучела. Манозмеи вовремя пришел. И портальчик сразу можно сыграть. Что за карта? От портала всегда очень много зависит. Это Фьола. Фьола — одна из лучших карт, которые мог бы сейчас достать из портала маг. Очень неплохие статы. И уже имеет огромное преимущество на поле маг. Ну, в очередной раз могу отметить, что для друида этот матчап очень и очень плохой. Хотя мы видели на этом турнире, как друиды выигрывали у магов. Не будем говорить, кто это был. Ученица-чародей. Еще одна ученица. И пушка. А почему ледяную стрелу он здесь использует? Мне кажется, пушка менее ценна. И пушка тоже в дело пойдет. Окей. Нет, не пойдет пока что, да? Оставляет противнику яйцо. Маг. В принципе, у него есть право на такую роскошь. Вряд ли в ближайшие несколько ходов друид сможет это яйцо активировать. Разве что у него есть... Не знаю, метка. Знак природы. Знак дикой природы. Как называется эта карта, которая дает таун существу? Лазурного дракона здесь может сыграть друид. Ну, по сути, надо сразу сказать, что любая карта, которую сыграет друид, не спасает его от неминуемой гибели. Да, он выбирает наиболее агрессивный вариант. Сразу принимается за зачистку борда. Да, я почти на 100% уверен, что это лучший вариант для него. Как будет действовать маг? Сначала смотрим на топ-дек. Это нестабильный портал. Самая рандомная вещь здесь. Смотрим, что приходит из него. Это драконий посланник. Ну, 1-4. Я думаю, он сыграет его. Можно подождать лазурного дракона, потому что иначе это существо немного бесполезно. Но, с другой стороны, для того, чтобы поддержать темп, добавить прессинга, можно его поставить. Нет? Нет. Будет держать маг своего драконьего посланника до последнего. Надо сказать, что пока рано хоронить друида. У него еще есть 17 зенит здоровья. Пару ходов он еще проживет. Нету карт сейчас у мага. И если он не сможет хорошо топ-декать, то, может быть, друид сможет отбиться. Император Таурисон здесь выглядит наиболее адекватно. Это выгодно по мане, и драконы станут дешевле. На следующем ходу сможет друид у нас сделать комбо что-то вроде лазурный дракона Гнев. Поставил императора, любуется. Ход пропускать не торопится. Может быть, он думает насчет того, чтобы использовать способность героя. Это может дать ему одну дополнительную единицу здоровья. Возможно, эта единица здоровья спасет его. Нет, он решил использовать Гнев. Гнев на Фьолу, либо Ученицу Чародея. Скорее всего, Ученица Чародея опасней. Мало возможностей у мага активировать способность Фьолы. Нету запчастей пока что, по крайней мере. Нету никаких бафов. Так что Фьолу это просто 3-2. Интеллект Чародея. Чаромет приходит в руку магу. Чаромет. Забавный перевод. Ой-ой-ой-ой. Вот это неплохая карта. Это идеальный баф для Фьолы. Во-первых, ее лечат. Во-вторых, он дает ей таунт. В-третьих, он дает ей бабл. И очень выгодно убить Таурисона удалось здесь магу. Это было жестко. Ха-ха-ха. Бокли... Ой. Ой-ой-ой. Все, все, я не могу. Это было слишком круто. Ну, было. Это было чересчур круто. Зеркальная копия срабатывает. Дракона получает... Получает у нас маг. Дракон сразу же умирает. Но все еще солидное преимущество за магом. Есть Ладхип и способность героя. Нет. Сразу же хватается за... Мано-змея здесь, маг. И забивает вообще на этого дракона. Не боится размаха, не боится ничего. Ну... Да, наверное, это оправданно. Очень много существ на поле. Вероятно, что он сможет сделать летал на следующем ходу. И даже если это... Если не сможет, то у него будет как минимум... Наверное, 3-4 хода, чтобы вытащить огненный шар. Есть древо мудрости у Другида. Он может подлечиться. Но с бордом он по-прежнему сделать не может ничего. Размах сейчас был бы очень в тему. Может быть, такой Йоло-плей, сыграть дракона и попробовать найти размах. Все равно очень много существ у противника остается на поле. 10 единиц повреждений. 11 со способностью героя. Ом мага сейчас есть. Наверное, здесь придется играть древо мудрости и лечить себя. Да, эта карта тоже работает. Здесь он получает одну дополнительную единицу здоровья. И любой спелл с директ демиджем, любой баф, любое существо с рывком сейчас дает магу летал. Чародейские стрелы. Это возможная победа, если хоть одна из стрел попадет в лицо противнику. Есть попадание, и это летал. Вторую победу одерживает Ивил Ахаб. Эйхаб. Ивил Ахаб. Если говорить его ник побыстрее, то получается не так больно. Ивил Ахаб одерживает вторую победу. 2-1 счет. Последний класс остался у него. Чернокнижник. Мы уже видели эту колоду. Это хендлок. Хендлоком нужно выиграть против друида. Или против паладина. Ну, скажем так, есть шансы у Эмиджа совершить камбэк. Есть неплохие шансы выиграть дважды. Но, конечно, без улыбки удачи здесь никуда не удастся выехать. Друида выбирает Эмидж сейчас. Смотрим на стартовую руку. Есть озарение, есть буйный рост. Мечта друида. Сейчас буйный рост немножко заменили еще бойцы из Дарнаса. В некоторых матчапах они лучше, чем буйный рост. В некоторых не так хороши. Но, в целом, я думаю, стартовая рука устраивает Эмиджа. Ну, и Виллахаба не устраивает его стартовая рука. Он выбрасывает все руки, ищет горных великанов, ищет сумеречных драконов. Что-то в этом роде. Так, чернокнижник пропускает ход. Еще один буйный рост получает друид. Это неплохо для него. Я даже не уверен. Ну, он мог бы его сейчас разыграть, чтобы на следующем ходу сделать дракона. Но он предпочел оставить озарение. В принципе, неплохое решение. Я даже думаю, что здесь друид сыграет существо. Не второй буйный рост. В принципе, одного буйного роста достаточно. По крайней мере, с такой рукой. Темная бомба и ликт Лена. Какой красивый ответ на это существо. Все-таки 4 единицы здоровья слишком мало. Очень редко, редко удается этому дикому бойцу сыграть. Яростному бойцу. Кстати, две копии этой карты держит амидж в своей колоде. Уважает. Мне тоже нравится эта карта. Наверное, нужно более пристальное внимание ей уделить, попробовать потестировать. Очень неплохая возможность дополнительные 3 единицы повреждений наносить внезапно для друида. Довольно ценная вещь. И здесь бойца из Дарнаса решил сыграть в друид. Чуть-чуть укрепить свои позиции на борде. Чуть-чуть сильнее укрепиться. Выходит на четвертом ходу горный великан. Чернокнижник играет свою игру. Размах достал друид. Четыре единицы повреждений, даже пять, потому что дракон стоит на поле. Можно сделать размах и способность героя, после чего отдать бойца из Дарнаса. И таким образом друид может справиться с горным великаном. Выглядит неплохо. Есть трейды. С одним драконом остается друид. Но, тем не менее, он впереди. Чем может продолжить здесь чернокнижник? Демонов нет. Драконов нет. Гигантов нет. Что играть? Похоже, надо делать жизнеотвод. Или демон, или сумеречный дракон ему нужен. Или горный великан еще один. Аутов достаточно много. Старательно-старательно посчитал здесь чернокнижник своей карты. И виллахап. Да, не дай бог на таком крупном турнире слажать и сжечь себе карту. Потом будут припоминать. Выходит призыватель бездны на поле. Нету ни одного демона в руке у чернокнижника. Но может сработать эта карта как блеф. Сейчас эффект немоты, может быть, отдаст имидж на пустышку. И это будет весьма неплохо для его оппонента. Одним сайленсом меньше. Один дракон в безопасности. Или, может быть, один крупный таунт. Сыграл. Сыграл все-таки призыватель бездны. Хорош. Буйный рост я не стал бы здесь играть. Очень не согласен с этим розыгрышем. Нету плана у друида. Точно. Он не знает, что ему придет на следующем ходу. Обе свои карты он и так мог бы сыграть. Не, я думаю, что лучше здесь было оставить буйный рост на добор. Учитывая, что всего две карты в руке осталось. Еще один жизнеотвод. Опять. Опять не заходят карты с чернокнижника. Что ты будешь делать? Что это за колода такая? Столько карт, и нечего сыграть. Да, это хороший. Да, жизнеотвод. Может быть, опять-таки, исцелятор? Исцелятор неплохо трейдится, что ли? Да нет, он трейдится довольно плохо. Его атакует хранитель чаще, и способностью героя друид добивает. Ну, а мы видим, что там есть яростный боец. Тут и даже помощь хранителя чаще не понадобится. 28 дней здоровья. Огненные великаны еще куда-то уходят дальше. Ну, вот 9 кристаллов маны есть у Эмиджа. Зачем? Ему было достаточно 8. Я думаю, что он даже 6 потратит на этом ходу. Яростный воин способность героя, правильно? И 6 дней с повреждений в лицо. Судя по всему, будет именно так. Долго думает Эмидж? Мне кажется, даже слишком долго. Я, конечно, не могу судить за всех, но... Чисто о себе могу сказать, что чем дольше я думаю, тем хуже решение я принимаю. В принципе, в Харстоне редко бывают такие моменты, когда нужно очень сложное решение принять. Чем дольше думаешь, тем больше заглушаешь голос интуиции. Ну, это так. Мое мнение и небольшое лирическое отступление. Джараксоса получил и Виллахаб. Есть место для еще одной карты. Жизнят, вот, вновь можно сделать. Адское пламя выглядит слабовато. Всего лишь одного дракона он здесь может убить при помощи этого адского пламени. Нечего, нечего играть. Да как так? У меня в голове не укладывается. Хандлоку на седьмом ходу нечего играть. Беда! Жизнят, вот, наконец-то, великан пришел. Сразу же кидает его на поле и Виллахаб. И закрывается таунтом. Можно немножко вздохнуть с облегчением. Хотя нельзя забывать про опытного охотника, который может быть у оппонента в колоде. Лотхиб не очень здесь хорош. Тут, я думаю, будет друид использовать способность героя, чтобы сделать трейд повыгодней. Способность героя может быть хранитель чаще. Или он даже отдаст своего яростного воина. Но здесь было бы неплохо отдать дракона. Он очень уязвим клик у тлена. Должна быть эта карта в колоде у чернокнижника. С другой стороны, не факт. Уже один ликтлена здесь сыграл и Виллахаб. На второй вполне могло не хватить места в колоде. Крошер очень хотелось бы сыграть. Крошер обладает неплохими статами. Выживает. Выживает после АОЕ. Можно заливать его пламенем. Ну, вот так вот решил сыграть Ремидж. Поставил двух мощных существ на поле. Заблокировал противнику возможность играть заклинания. И после этого отдал другие двух существ. Что-то мне не очень понравилось, как он сыграл. Я думаю, лучше было через способность героя и более слабых существ разыграть. Но зато у него остался хранитель чаще в руке. И можно будет сыграть его на сумеречного дракона. Если такой появится на поле. Смотрите, какой агрессивный чернокнижник. Пошел в атаку сразу. Несмотря на то, что противник его превосходит на борде. Но он поставил таунты. Чувствует себя защищенным. Друид когтя. Да, вот здесь Сайленс весьма неплохо выглядит. Не мотан на призывателя бездны. Боится у нас Эмидж демонов. Три-четыре призыватель. Говорить больше не может. Звать демонов своих братьев на помощь не может. Друид когтя в таун здесь можно сыграть. Лодхип неплохо трейдится с заступницей Синдарай. Все остальное можно отправить в лицо. Если не боишься огненных великанов. Но как их не бояться? Мы с вами видим, что там есть один огненный великан. И это угроза, с которой сейчас не может Друид справиться. Да, аккуратненько, аккуратненько. Я, сделав почти что все трейды, сходил Хранителем чаще. Друид в лицо. Сразу же получает двойное адское пламя и огненного великана. На тебе! Господи, бедняга. Мне... Бедный Эмидж, короче. Гнев. Не самый плохой топ-дек. Попробует он сейчас добрать карту. Может быть, опытный охотник придет. Это Император. Тоже не самая плохая карта, но не спасает здесь Друида. Атака в лицо. 9 единиц здоровья остается у Чернокнижника. Будет он играть Джараксуса или нет? Молганис может быть неплохим вариантом здесь. Очень серьезная угроза. Может быть... О, Сумеречный Дракон пришел. Сумеречный Дракон и Защитник Аргуса выглядит серьезно. Можно даже Немоту положить на Императора и пойти в лицо, чтобы на следующем ходу добить противника. Будет ли это делать и Виллахаб? Да, так он и поступает. 4 единицы здоровья. Теперь Эмиджу надо сделать невозможное. Или просто нажать сдаться. Сила природы. Раз, два, три. Нет. Это поражение для Друида. Со счетом 3-1 и Виллахаб выигрывает. Поздравляем его. Он проходит в топ-8. Завтра мы сможем понаблюдать за его боями. И... Поздравляем. Он уже получил минимум 1000 долларов. Сдается Эмидж. Признается, поражение. Не без косяков была игра. Видно, что нервничал немножко у нас бельгийский игрок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова